Елабужский институт КФУ 22 и 23 ноября находился в эпицентре праздничных событий. В этом году открытие шестых международных стахиевских чтений совпало с празднованием 115-летия со дня основания Епархиального женского училища, предшественника нашего вуза. Одними из самых дорогих гостей праздника были бывшие ректоры Елабужского института. По стучи 115-летнего юбилея и ждал небольшой сюрприз – открылась галерея руководителей вуза. Участники торжества смогли не только увидеть историю в лицах, но и услышать вклад каждого из руководителей в развитие высшего образования в целом и нашего вуза в частности. Главный рост Тюмлова-Дельтрова. Стена Епархиального педагогического рождала от ассистента канцеля марксизма и иммунизма до ректора. Уделяло особое внимание подготовке молодых преподавателей и ученых через аспирантуру столичных вузов. В этот период был введен в эксплуатацию первый спортивный завод в городе. Заложено строительство студенческого общежития первого петендарного здания в городе Елабуха. Гостям с радостью продемонстрировали и новую экспозицию в музее истории Елабужского института. Кстати, недавно здесь появились уникальные экспонаты – письма основательницы учебного заведения Глафиры Федоровны и чековая книжка Петра Стахеева. Она даже подписана. Если бы этот банк не разорился в 2017 году, мы могли бы вписать туда некую сумму, получили платеж и построили бы новое общежитие. Вот уникальный экспонат. Продолжила вереницу мероприятий церемония награждения преподавателей, сотрудников и студентов. Чести удостоились выше 20 детей «Альбоматор». Более того, в этом году были учреждены две именные стипендии – имени Стахеева и стипендии ученого совета. Удостоились поощрения пятикурсница факультета истории и юриспруденции Ханэ Бариева и студентка третьего курса факультета экономики и управления Екатерина Нагаева. Нагрудным знаком почетный работник высшего и профессионального образования Российской Федерации за многолетнюю худотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, активный деятельность в области научных исследований, значительный вклад в дело подготовки высокополифицированных специалистов награждается. Алексей Николаевич Пампилов – доцент кандидатской психологии и педагогии. Малые и средние города России – прошлое, настоящее, будущее. Такова в этом году тема стахеевских чтений уже шестых по счету. Выступить со своими докладами, рассказать об опыте становления неперспективных городов в развивающие центры приехали историки, экономисты, филологи и музейные работники из Москвы, Костромы, Кирова, Сирлитамака, Ижевска, Воткинска, Казани, Наверочелнов и Менделеевска. В числе лекторов – американский профессор, мексиканский урбанист, фотохудожник и профессор из Турции. Генеральный секретарь Ассамблеи регионов Европы Паскаль Георген, который не смог приехать в Елабугу, поприветствовал гостей по видеосвязи. Ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил с докладом «Конкурентноспособность и конкурентная стратегия территории». Он привел в пример опыт возрождения города Елабуга, который в 90-х годах был на грани разрухи. Сегодня это развивающийся город и излюбленное место туристов. Теоретические разработки, которые были осуществлены вначале для крупных компаний, корпораций, мы их транслировали на территорию. Ведь компания работает, чтобы получить прибыль. А если задаться вопросом, а что является конечным результатом территории или учебного заведения, то сразу на этот вопрос не ответишь. Как оценивается эффективность работы территории? Это увеличение ВВП этой территории, либо это взаимное согласие общества, которое на этой территории живет? Людям нужно еще что-то другое. Поэтому мы говорим, что нужен духовный баланс, культурный баланс вместе, конечно, с теми материальными благами, которые наши компании создают на этой территории. Об усилиях по сохранению города-музея под открытым небом Сафран Балу рассказала профессор, гости из Турции Айсун Эскезе. А ее землячка, фотохудожник и начальник отдела инженеры и коммуникации Министерства культуры Гульчан Аджар даже организовала фото биеннале. В экспозиции более 20 работ, посвященных теме «Малый и средний город» в объективе турецкого фотохудожника. Разглядывая эти фотографии вновь и вновь, буду вспоминать те моменты, когда я был в гостях в Сафране. Интереснейшие темы, находки, эксперименты, чего только не предложили участники чтений. В ходе мероприятия гости из разных городов России и других стран вели публичные лекции, участвовали в круглом столе и секционных заседаниях. Последние были разделены по нескольким темам, например, сохранение историко-культурного и природного наследия «Малых и средних городов», «Малый и средний город» как социокультурный феномен, перспективы развития и организации музейной работы в «Малом и среднем городе». Брэд Борг, что это такое, с моей точки зрения? Это тот самый успешный результат правильного прочтения и написания книги под названием «Город». Если мы умеем ее читать, если мы понимаем ее содержание, мы умеем ее воссоздавать, мы умеем ее продать, как бы цинично это ни звучало, инвесторам, туристам, людям, которые могли бы жить в нашем городе по каким-то причинам не переезжать сюда. В результате рождается эффект такой, что это такое, брать место, с моей точки зрения? Это такой эффект всеобщей известности, всеобщей любви к городу. Кстати, в этом году программа международных стахеевских чтений претерпела некоторые изменения. Появилась новая секция – экономика. Пленарное заседание прошло на особой экономической зоне Алабуга. Здесь специалисты говорили о городской среде и эффективности ее развития на примере Елабуги. Ознакомиться с докладами конференции можно будет в специальном сборнике. Людмила Губянова, Айдар Салихов, служба новостей Елабужского института КФУ. Спасибо. 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 Спасибо.